Стихи Дверь в поэзию закрыта и поставлен часовой. Часовой навек, любимый, где найти еще такой? Он постовой, он тот же гений, поступок роста с шар земной. Вот Пригов, он земной, но и небесный. Нам голос пел его прелестный, а ему голос был совсем не прелестный, а прельщающий. И вот он отозвался на этот голос, и теперь он с теми, кто бросил землю. Субъектность Пригов превозмог. Он превзошел в себе субъекта и стал как бы всесильный бог деталей в тотальности поэтического проекта. Метапозицию он занял. Он имиджи кругов расставил. Смерть автора он жить заставил. Он Пригова Дмитрия Александровича, Беляевского академика восславил. И Руберштейна он восславил. И Капакова он восславил. И Монастырского восславил. И Звездочетова восславил. И Пивоварова восславил. И Биперштейна он восславил. И Гройса чуточку прославил. И многих, многих он ославил. А вот Гоглевского он переставил. И Седокову переставил. И Некрасова всем это переставил. И Хармса, может быть, обставил. И уважать себя заставил. Потому что встал по отношению к себе в метапозицию метапоэтическую. Дмитрий Александрович, я по вас скучаю. С вами посидеть, мы с вами выпить чаю, а то и пивка. Помните, как мы с вами добивали пивко в саду фонтанного дома? То есть это я побивал. А у вас были чтения в музее Анны Андреевны Ахматовой. И мы коротали время, обсуждая современную петербургскую прозу. Которая, как выяснилось, не существует в природе. То есть для вас, Дмитрия Александровича Пригова, не существует. В отличие от современной петербургской поэзии. Я же перечислял имена. Леон Фагдана, Борис Кудряков, Аркадий Драгомощенко, Борис Констриктор, Василий Кондратьев, Александр Ильин. Но тут явился яростный, как шум и ярость Брэна, жаждущий литературной крови. На пиво ему, конечно, плевать. Он затаился в кустах, думал выскочить из засады и застать вас расплох. Но вы были на чеку. Вы сказали, или Анна Андреевна, или Брэна. Вы знаете, кто такой Брэна? Спросили вы. Это тот самый Брэнер, который Брэна. Если он будет в зале, я отказываюсь читать, сказали вы. Что ж, пришлось идти искать Брэнера, вытаскивать его из кустов. Брэнер с потупленным взором выслушал мою просьбу и разочарованно удалился. Вот так в июле 2002 года мне довелось выпить пиво с приколы Дмитрия Александровича, чей вечер в тот раз прошел без сучка и задорит. Продолжение следует...